Дамы и господа! Вашего внимания мы представляем прекрасную даму, которая не только отлично выглядит, и прекрасно поёт. Да, ну а споёт она чуть позже. Дарья Медяйник у нас в студии. Человек, который... Это мы специально такую интригу посеяли. Да, да. Но поёт она восхитительно, потому что мы слышали за кадром, пока готовились, она распевалась. Но вопрос не в том, что, допустим, сейчас мы будем слушать, но мы хотим поговорить, что вы живляетесь сейчас в статусе мамы, и вы в декрете, да? Да, всё верно. И вы в декрете. Расскажите нам, вот многим девушкам, кто сейчас в декрете, да, может, посоветуете, вы ещё творческий человек, я понимаю, да? Видите, как? А по образованию вы? А по образованию я юрист. Тогда я уступаю тебе ход, потому что я с юристами не умею сейчас задать. Валер, на самом деле, просто у нас сегодня такая сквозная тема программы, это зарабатывание денег. Мы спрашивали у красноярцев, как начать много зарабатывать. К нам приходил психолог, который делился советами. Вот у вас, может быть, для творческих людей есть какой-то совет, рекомендации, может быть, каким-то опытом можете поделиться? Чтобы зарабатывать больше денег в творческой профессии? Вопрос очень интересный и неоднозначный. Но я считаю, что для того, чтобы вообще зарабатывать деньги, нужно заниматься любимым делом, прежде всего. И, соответственно, если ты личность творческая, то нужно себе не изменять и заниматься тем, что действительно тебе подходит и что приносит тебе, прежде всего, удовольствие. Потому что, когда мы занимаемся любимым делом, это чувствуют окружающие, и, возможно, даже за это они будут готовы платить деньги. Вы, получается, сейчас в декрете находитесь, да, получится? Я думаю, многие сейчас, и, может, у вас есть такие знакомые, которые, находясь в декрете, чем-то дополнительным занимаются. Да? То есть, вы, допустим, для себя что-то нашли новенькое, может, помимо того, что вы поете, может, еще что-то? Нет, моя жизнь всегда была связана вот с юриспруденцией и с вокалом, поэтому я считаю, что мне одной этого пока достаточно, больше ничем параллельно я заниматься не планирую. Да, но больше времени, наверное, этому стали уделять, да? Ну, я бы не сказала, что больше, потому что с двумя маленькими детьми очень трудно найти много свободного времени. Но я стараюсь то свободное время, которое у меня появляется, и раз я не уделяю его основной своей работе, уделяю сейчас творчеству. Пишу песни, стараюсь выступать, к вам приходите. Ну, прекрасно, поэтому, я думаю, нужно, должен уже быть результат какого-то, какой-то этого всех ваших востораний, и вы в очередной раз уделите время своему любимому делу, поэтому мы вас оставляем, пожалуйста. Как мы говорим, дамы и господа, встречайте, народный артист. Да что же говорить, сами все вы узнаете и услышите. Итак, поехали. Поехали. С чистого опять ступа киста Я жила тобой, теперь пуста Что дальше, что дальше будет все равно Ангелы, небес, ты мой обман Да и уходя в ночной туман Что дальше, а дальше я скажу одно Я не буду тебя больше Я не буду тебя больше, больше ждать Я не буду тебя больше, больше ждать Извини, но абонент больше не доступен Больше не доступен А-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а Я не буду тебя больше, больше ждать Оставляю тебя в прошлое Отныне ты не стал никем Я не буду тебя больше Я не буду тебя больше, больше ждать Если не новый абонент Больше не доступен Больше не доступен Я не буду ждать тебя Я не буду Я не буду Я не буду ждать тебя Я не буду тебя больше, я не буду тебя больше, больше ждать Оставляю тебя в прошлое, отныне ты не стал никем Я не буду тебя больше, я не буду тебя больше, больше ждать Извини, но абонент Больше недоступен Больше недоступен Дамы, это Дарья Медяник, ваши аплодисменты Спасибо большое, Дарья Прекрасно, разве скажешь, что мама двоих детей Находится в декрете Находит время, опять же, на свое увлечение, любимое Сколько вы занимаетесь вокалом? По времени? Вообще, сколько вы занимаетесь? Больше 20 лет, точно Что ж, теперь понятно, такое исполнение У вас концерты какие-то есть? Вы где-то на площадке, на площадке города выступаете? Да, конечно Где вас можно послушать? Может, в ближайшее время что-то намечается? Ну, в ближайшее время, я думаю, у всех намечаются только новогодние выступления На открытии городской елки, пожалуйста, я буду с удовольствием ждать Уже так почетно Уже мы разговариваем про открытие городской елки Уже совсем скоро праздники Погода очень располагает к этому Да, уже подмораживает Да, нормально В общем, не останавливайтесь У вас прекрасно получается Я как сам пел когда-то В общем, у вас голос потрясающий Круто Вам надо, может быть, все-таки профессионально этим заниматься И бросить основную работу? Ну, у меня еще есть время подумать, пока детям не исполнилось 3 года Как вы находите это свободное время, когда у вас двое детей? Ну, это же любимое дело То есть вы кому-то оставляете своих детей кому-то, да? Нет, я делаю все параллельно Да, вы же можете домашними делами заниматься и петь Да, они танцуют Я ращу себе бэк-мак Я знаю, у вас самая лучшая колыбельная Да Я представляю Кроме шуток, моим детям не нравится, когда я пою им грустные песни Им нравятся веселые, ритмичные Когда олимпичные, они начинают расстраиваться Дарья Медяник, у нас в студии прекрасный вокал Я думаю, вы в этом и сами убедились Огромное вам спасибо Ну и хорошего продолжения дня Сейчас мы познакомились с одной из талантливых красноярок А сейчас давайте в продолжение этой темы, можно так сказать, познакомимся с нашим городом поближе У нас есть такая замечательная рубрика, называется «Вот эта улица» И сегодня Анна Троегубова в буквальном смысле вышла на улицы И решила узнать об их истории Как они раньше назывались и от чего вообще зависело изменение их названий